ДИКСИ Ну что, всем привет! Доброе утро! Мы вот так вот спим, как зайчики. Обалдеет! Вот так вот. Дикси, Дикси. Вот так вот она у нас любит спать, как зайчик. Шерсть в разные стороны. Я не могу. А Дикси, Кишка, ну ты что так спишь-то? Тебе не холодно на полу? Убрали вчера ковер, она вот так вот. Вот так вот балдеет, балдеет. Вот так вот. Будь здорова. Все, отвернулась. Ребята, я сейчас иду в Фаберлик. Мне нужно кое-что вернуть. На улице у нас погода... Солнышко тает. Но два дня до этого были очень ужасные. Смотрите почему? У нас гололед очень сильный. Прямо вот эти кочки-кочки все застыло, все таяло. А потом раз застыло, ходить невозможно. Ладно, вот сейчас растаяло, так нормально. А так вообще кошмар. Даже в магазин очень тяжело сходить, потому что убиться можно. Просто упасть и сломать себе голову. Иду из Фаберлик. Получила свой заказ еще. Кофточка зеленая пришла. Вот из последней коллекции. Я, блин, болею, побежала в Фаберлик. Сумасшедшая. Ну, что я хочу вам сказать. Хотела я кое-что вернуть. И не получается. Сейчас срок возврата 14 дней. Но получается, что я получила 3-го. А сегодня вот 17-го. И все, заказ уже обратно не возвращается. Но не принимает. Все, прошел срок действия возврата. Я сегодня как раз фотографии в Инстаграм выставила. Спрашивала у девочек. Спасибо вам огромное. Кто мне помог насчет жакета. Вот, которая жакет Фаберлик под Шанель. Сначала сделала фотографию в юбке. Я была. Не понравилась никому. Все сказали, что возвращай. А потом, в общем, я с брючками сделала фотографию. Ну, мне там девочка написала. Лена, попробуй с брюками. Лучше будет. И, в общем, все пишут, что это классно смотрится. Ну, я просто думала-думала насчет него. Потому что он немножко возраста придает. Даже не возраста, он как бы солидности придает. А все считают, что как солидность, это уже возраст придает. Да, и я, в общем, решила кое-что дать. Да, хотела вернуть. Но все равно не принимает. Так что жакет я точно оставляю. Потому что его обратно нельзя вернуть. Девочки, я пришла домой. Вот эту вот кофточку я заказала. И я немножко удивлена. Она совсем не такая, какой я ее представляла. Я в описании не читала. Я на сайте не посмотрела даже, ну, из чего она состоит. И как она, какая она вообще. А она, девочки, я думаю, она бархатная. Вся бархатная. Ну, как бархатная с рисунком. А нет, бархатная только вот рисунок. А все остальное это сетка. Совсем сеточка. И она, естественно, просвечивает. Для меня 46 размер. Она, конечно, очень красивая. Я давно за ней охотилась. Сейчас вот так вот я вам покажу немножко ворот. Вот так, наверное, видно, да? А ворот мне вот такой вот очень идет. Вырез вот такой буквой В. Круглая как-то не очень. Глухая тоже не очень. Мне вот совсем не нравится. Мне вот нравится, чтобы немножко шею, да, чтобы удлиняло. Ну, оставлю. Понравилось. Потому что ее быстро разобрали. Но она совсем-совсем легонькая. Конечно, никакого тепла от нее не будет. И она просто для красоты. Наверное, синтетика сейчас посмотрим. Так, вот упаковочка. Трикотажный джемпер для женщины. Темно-зеленый цвет. 46 размер. 95% полиэстер. 5% эластан. Смотрите здесь. Немножко вот так, как летучая мышь. Немного напоминает кофточка. Как не вот не по фигуре, а вот рукава где. Немножко такие свободные. Кстати, она такая, как разлетающая. Не, классненькая кофточка. Очень легкая. И, девочки, не забывайте, что сегодня последний день, когда можно, когда дают при регистрации 1000 рублей. Да, вы вот делаете примерно на 2000, выбираете в Фоберлик. Заказ там делаете, там в корзину все складываете, потом второй шаг, потом, когда уже начинаете оформлять все, и там вам 1000 рублей спишется. Получится, что не на 2000 вам надо будет оплатить, а на 1000 всего. В общем, 1000 в подарок от Фоберлик. Не забываем, что сегодня последний день. Сегодня 17 марта. Последний день каталога. Завтра новый каталог будет. Я сейчас варю куриный суп. Ну, раз приболела, говорят, знаете, что при простуде нужно куриный суп кушать, куриный бульон. Он помогает быстрее выздороветь. И говорят, что если маленькими глотками куриный суп кушать, ну, куриный бульон, да, пить, то он помогает даже при заложенности носа, что, в общем, быстрее выздоравливает человек. Все бабушки так говорили. Моя мама тоже вот вчера позвонила, говорит, у тебя курица есть, свари куриный супчик. Раз заболела, так вот я сегодня решила куриный суп сварить. Здесь у меня там ничего особенного. Курицу. Вот у меня купила целую курицу. Я ее разрубила. Получается, что похуже сюда в суп положила, а что получше в мультиварке буду делать. Там пюре картофельное, курочка у нас будет. Вот, красушку любим, пюре вообще часто делаем. Намного чаще, чем суп варю. Ну, вот так вот бывает. Вот, там у меня картофель, приправы, морковка, лук. И вот еще вот такой вот зеленый у меня здесь лук, укроп. Тоже я в конце добавляю обычно это все. Вот, в общем, супик сейчас я варю. И у меня здесь вот я из холодильника достала помидоры, огурец. Тут у меня лук зеленый. Немножко осталось и укроп. Тоже будем делать салатик. Наверное, скорее всего, опять будем делать с подсолнечным маслом. Вот. Что-то я вообще разболелась и стала чихать. И из носа бежит ручьем. Надо как-то себя брать в руки и лечиться хорошо. Все, я добавила лук, укроп. У нас еще сухарики остались. Мы покупали как-то. Ей будем супчик с сухариками. Ну все. Супчик у меня готов. Я буду первая садиться кушать. Мои там салат утащили, в комнату едят. Там кино какое-то идет. Фантастика. Они там смотрят и салат кушают. Кушать они пока не хотят. А я сейчас добавлю сухарики. И с сухариками наверну. В общем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Эти сухарики мы частенько покупаем. Я их в салат их добавляю. Вот салат делаем. Мы как-то делали. Карусель называется. Тоже их берем. Просто разламываем и все. Просто они очень вкусные. Самые лучшие сухари, которые у нас есть. Если свои делать, как-то не очень. А эти мне больше нравятся. Мы сейчас с детками решили сделать шоколадную колбасу из того, что есть. Я уверена была, что у меня какао есть. А его у меня, оказывается, нет. Вот до ремонта оно точно было в большом количестве. Видно, выбросило. Дети говорят, мам, ну вот это давай добавим Несквик. Там же тоже какао содержится. Просто побольше его положить. Ну, в общем, придется его тогда класть. Печенье у нас тут всякое. Тут, наверное, вида 4. И американо печенье юбилейное. Еще какое-то там было. Остатки мы насобирали. Вот столько наломали. Там еще несколько печенюшек осталось. Может, еще наломаем. Грецкие орехи у нас есть. Молоко есть. Мама-то у меня со сгущенкой делает. Ну, сгущенки у нас нет. И масло вот. В общем, все сейчас будем делать. Все перемешивать. Масло надо подогреть. Детки у меня тут ломают грецкий орех, чтобы он поменьше был. Какао добавила. Три ложки Несквик добавила. Твердо? Не ломай, если сильно твердо, не ломай. Так, сейчас буду молоко добавлять. Помыли грецкие орехи. Все. Так, теперь нам нужно добавить полстакана молока. Ну, все. Мы добавили и масло, и молоко. Больше уже ничего добавлять не надо. И так нормально. Сейчас будем формировать нашу колбаску. Достала пленку. Сейчас мы все это сделаем в виде колбаски. И уберем в морозилку. Тут мальчики у меня все сидят, ждут. Когда будет готово, уже попробовали. Ну, вот так вот мы ее сформировали, нашу колбаску. Все. Убираем в морозилку. Девочки, я продолжаю готовить. Сейчас я буду ставить в духовочку курочку. Я хотела ее сделать в мультиварке. Но вспомнила, что у нас мультиварка не очень она готовит. Долго, медленно стала работать. Может быть, старенькая стала или программа там сломалась. Я вроде бы настраивала все. Но все равно стала медленно работать. И раньше, может, было за час там все приготовить. И сейчас нужно 2 часа ждать. В духовке намного быстрее. И вот я, в общем, курочку в духовке буду готовить. Нашла вот такую приправу. Шашлык, приправа к мясу. Здесь я картошку нарезала. Буду ставить, сейчас варить ее. Будем делать пюре картофельное. Здесь, кстати, да, вот это вот все, что осталось от супа у нас. Очень вкусный суп сегодня куриный получился. Прямо с удовольствием его кушали. И вот, может быть, на раз еще хватит и все. Здесь у меня лук. Тоже на курочку сейчас я положу. И буду все это ставить в духовку. А это варить. А здесь наша колбаса. Мне кажется, она готова, потому что все застыло. Сейчас мы будем резать ее. И я вам скажу, получилась она у нас или нет. Нам сегодня пришла посылочка. Заказывали мы на Алиэкспресс. Эта посылка пришла Кириллу. Просто он очень хочет вам показать, что он заказал. Помните, мы как-то вам показывали, мы заказывали у этого же, кстати, продавца конструктор. Там типа лего-человечки. Вот они у нас стоят. Наборчик. Это еще круче, чем лего, потому что у них сгибаются ручки. Вот здесь вот в локтях, да, Кирилл? И ноги в коленях сгибаются. В общем, крутые человечки. Мы брали наборчик, там несколько людей вот таких было, военных, надо сказать. Пять, да. И мотоцикл был, да, еще балладка там была. И мы сейчас тоже заказали только немного другую. Я уже даже не помню, что он там заказывал. Мы сначала покажем, как приходит, и потом соберем, покажем вам. Просто когда мы в тот раз показывали, многим эти человечки понравились военные. И, в общем, вот такая вот крутень. Еще даже похлеще, чем лего. Ага, так же все в пакетике в таком же пришло, да? А там есть эта инструкция, да? Вот, дальше. Так, вот, вроде тут что-то написано, 6+. Да, это вот для постарше уже. Ну, Вадим, ты такой не собрать, потому что тут есть мелкие детали совсем. Ну, как? Лапчи, колени. Да, да, это все нужно собирать, вроде бы. Вадимка смотрит. Так, Вадим сейчас Кирюша соберет и тебе даст что-нибудь. И вот эту инструкцию покажем, чтобы было понятно, что мы вообще тут. Так, вот несколько человечков с ружьем, да? Тут вообще-то кто тут? Позвукали как-то. И вот еще что-то, смотри, какая-то сетка тут стоит. Вот, смотрите, полностью человечек. Видите, сколько тут деталей одного человечка. Вживую они, конечно, интереснее. Ребята, мы еще не начали собирать. И вот, короче, в общем, не все нам отправили. Что-то вообще не то. Кирилл хотел, чтобы вот этого человечка, очень сильно хотел, чтобы он вот с этой базукой был. Ее здесь нет. Ну, получается, что оружие не совсем такие. Ну, вот, видите, в тот раз мы нормально заказали. Ну, пушки тоже с вами были не те. Ну, по крайней мере, там все было, да, в комплекте. А сейчас, видите, халтура. Вот я хотела ссылку оставить. Даже сейчас ссылку оставлять не буду, потому что что-то мне не нравится это дело. Так, ну все, Кирилл собрал. Сложно собиралась. Ну, что это? Болят пальчики, но мелкие детали просто. Тут вот у нас вот это лишнее осталось. Вот это лишнее, а это кто? Базуки нет, да? Нет. Вот такие вот у нас тут человечки. Это вот у нас, что это, типа вот? Рубка. Такая палатка. Да. Здесь вот еще тут остались какие-то детальки. Бинокль вот я вижу. Еще ружье. Это ружье-то чье? Вот этого вот. Мы просто кушать пошли и тут вот капельку не доделали. Вот такой вот, в общем, военный солдатик. Надо как-то показать, Кирилл, что ты кушаешь? Я хотела показать, как они двигаются. Мне тоже не показать. Давай я буду держать, а ты покажи ручку одну. Подними вверху. Да, вот так давай. Да, вот видите, как он. Не весь. Ну, такого хотел он сильно. Базуку хотел и вот этого солдатика хотел. Ну, ладно. Хоть что-то пришло и то ладно. Кюре картофельное готово. Курочка тоже готова. С этой приправой, кстати, вкусно получилось. В меру такая она остренькая, в меру солененькая. В общем, вот такой вот у нас сегодня ужин. Ну, все. Я уже шоколадную колбасу попробовала. По краям отрезала. Вот одну мы открыли. Эту еще пока не открыли. Сейчас будем пить чай. Очень вкусно получилось. Я даже не ожидала, что так хорошо получится. Вот мы делали их какао-напитка Несквик. У нас еще пачка есть. И вот мы в следующий раз опять будем делать. В меру сладкая. Очень мягкая, нежная. Еще, кстати, знаете, что напоминает? Щербет. Вот когда бывает, иногда продается щербет, когда он свежий, мягкий. Вот вкус щербета. Ну вот, мои дорогие, на этом мы сегодня с вами будем прощаться. Всем пока-пока. Всем пока-пока. А мы будем пить чай, да? Субтитры сделал DimaTorzok